С вами Борис Тенцер и программа «Контакт. Контакт» по понедельникам. Как поживаете, как началась ваша неделя? Я надеюсь, что неделя пройдет хорошо. И понедельник, он не просто тяжелый, это просто первый день недели. Поэтому все, что вы собираетесь делать, вам удастся. Благодаря тому, что вы смотрите передачу «Контакт по понедельникам» и создаете хорошее настроение. Но у нас сегодня интересная тема. Интересна хотя бы тем, что завтра в нашем Израиле будут проводиться выборы. Много о них говорят, некоторым, наверное, уже даже надоело. Столько разговоров о маленьком Израиле и столько всяких разговоров. В начале Бали и Шарона, теперь выборы. Мы постоянно. Израиль – это как бы центр информационной вселенной. Но, с другой стороны, действительно, Израиль – это центр. И есть о чем поговорить. И есть всегда такая как бы тема и такие моменты, такие какие-то нюансы в жизни Израиля, которые всегда нам интересны, нас волнуют. И нам хочется знать об этом больше. Сегодня у нас интересный гость, как всегда. У нас сегодня хороший гость, интересный гость. Это Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Но прежде, прежде чем я приглашу своего гостя и мы начнем разговаривать, правда он сидит не в студии, он сидит в Москве у себя в институте. Но у нас будет, я думаю, интересный разговор. Я хочу вам сказать, что после того, как мы поговорим с Евгением Яновичем, мы проведем с вами импровизированное голосование. У нас остались сутки до выборов в Израиле. И очень интересно знать, а как вообще собирается голосовать или голосовали бы те люди, которые проживают в Америке и болеют за Израиль. Поэтому каждый звонок, который вы будете делать после разговора с господином Сатановским, каждый разговор вы будете начинать с того, я бы голосовал за. Два слова почему, два слова. И после этого следующий. Таким образом, к концу передачи мы с вами примерно составим характеристику и представление о том, как бы проголосовали русско-еврейские американцы, но не только евреи, кстати, это могут быть и христиане, и все люди, которые болеют за Израиль. И у нас будет представление. А вот завтра вы могли бы сравнить, как проголосует сам Израиль. Итак, я хочу пригласить нашего гостя, Евгения Яновича Сатановского, президента Института Ближнего Востока. Евгений Янович, вы с нами? Да, с вами, с вами. Здравствуйте. Ну, прекрасно. Вот вы на экране, у вас такое, знаете, на такое интригующее выражение лица, немножко веселое, немножко, так сказать, задумчивое. Я думаю, что есть о чем подумать. И я хотел бы прежде всего спросить вас такой вопрос. Вот смотрите, вы сидите в Москве, я сижу в Америке, а говорим об Израиле. Имеем ли мы вообще право вот так, как бы немножко со стороны, и с другой стороны, вроде бы Израиль с нами не в студии, а мы о нем говорим. Ведь вы знаете о том, что люди, живущие за пределами Израиля, вот, например, я гражданин Израиля, я не имею права голосовать здесь, в Америке. То есть я должен обязательно быть в Израиле. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, это правильно или нет? И вообще, имеем ли мы право говорить об Израиле с вами, сидя в Москве и в Нью-Йорке? Ну, во-первых, Борь, если у вас израильский паспорт, то вы имеете право голосовать, где хотите. Поскольку во всех странах, где существует израильская диаспора, она достаточно распространена, в том числе и в нашей стране множество израильтян. Есть, естественно, поскольку израиль это все-таки демократия, они стандартные для Ближнего Востока, авторитарный режим или теократия, есть избирательные пункты, и вы можете проголосовать, и все будет хорошо. Евгений Янович, я хочу вам сказать маленький нюанс, что компания «Эль-Аль» организовала рейсы, начиная с 25-го числа, чтобы отвезти всех желающих проголосовать в Израиль. Потому что люди, которые живут за пределами Израиля, не имеют права голосовать за исключением тем, кто работает в дип-корпусе или посланы по государственным каким-то поручениям. А вот я не могу, да, я американский гражданин и израильский, я не могу, я должен сесть в «Эль-Аль» и полететь в Израиль, чтобы как бы чувствовать Израиль. Наверное, так. Как вы считаете, почему это так? Ой, ну тогда давайте оставим это на совести израильских политтехнологов. У нас тоже в стране есть такие замечательные люди, поэтому интересная подробность, поговорим об этом после выборов с теми, кто возьмет власть. И перед следующими выборами попробуем нормализовать ситуацию. Ну а говорить вообще мы можем с вами, сидя в Москве и в Нью-Йорке? Как вы считаете, это этично говорить об Израиле, не присутствующем в нашем студии? Вы знаете, у меня мама в Израиле, дочка и у брата одна только что кончила Мишмар-Агволь, пограничную стражу в армию, поскольку в Израиле распространено выражение о службе в армии, такое же, как и об окончании института. Кончила армия, да? И вторая как бы сидит в Иерусалиме, в университете, в центре всего этого безобразия террористического. А в Америке, например, живет теща и вторая половина родственников. Поэтому, ежели бы у нас миллион человек из бывшего СССР с небольшим не приехал в Израиль и не жил бы там, а мы бы все, ну вот как американские евреи, имея несколько тысяч своих коренные американские евреи, не советского происхождения, имели бы там несколько тысяч близких на 6-миллионную общину, ну тогда да, говорить об Израиле было бы в высшей мере странно. А для евреев русских, для тех, у кого в каждой семье кто-то в Израиле живет, родственник, знакомый, друг, товарищ, израильское будущее это, в общем-то, будущее собственных семей. Поэтому про права мы здесь с вами не говорим. Битых 25 лет собственной жизни убил или, если угодно, инвестировал в вопросы, связанные с Израилем. Да, я хочу сказать, я хочу немножко сказать нашим телезрителям в двух словах примерно, что вы были и президентом Российско-Еврейского конгресса, и вы сегодня являетесь членом президентского совета дружбы с арабскими странами и возглавляете институт Ближнего Востока, и то есть у вас и общественная довольно приличная работа была за плечами, и много связанное с Израилем. Институт Ближнего Востока звучит. Ну, кроме того, я был последним директором подпольного самозадатского центра под названием Еврейский информационный центр в Москве. Это тянул на свои 15 лет. И такие полновесные. В 80-е годы занимался этим всем с 82-го года, с позднего Брежнего, раннего Андропова. Поэтому пожимаю плечом, когда мне говорят, имею я или не имею право говорить про Израиль с кем угодно. Евгений Янович, вы убедили наших телезрителей, а меня вы убедили еще давно, когда я накануне звонил, он мне потому, что хотел узнать можно. Я был уверен, что вы тот человек, с которым очень интересно поговорить накануне выбора в Израиле. Итак, завтра выбор в Израиле. Вы вообще любите предугадывать, я не знаю, или гадать на кофейных, или каких гущах? Я терпеть не могу. Дело в том, что угадывать лучше всего прошлое. Будущее вообще угадывать сложно. На самом деле, в Израиле выборах сегодня нет никаких специальных тайн и сюрпризов. Есть некоторые вещи, которые не знает широкая публика, а иногда не знает и публика профессиональная. Если вы более или менее в этом ориентируетесь, то особых сюрпризов нет. Хотя особого счастья, прямо скажем, это тоже не доставляет. Итак, скажите, пожалуйста, Кадима завтра будет номер один? Да это ведь и не вопрос. Вопрос в том, возьмет она больше 30 мандатов, больше 35 мандатов, или больше 40 мандатов. Потому что то, что Кадима так теряет свои мандаты, как об этом говорят эксперты, как всем бы остальным эти мандаты набрать, если только в мечтах исполнится, это не секрет. Если Кадима берет больше 35 или ровно 35, то она формирует коалицию как партия большинства. Если меньше, значит ей придется больше считаться с партнерами по коалиции, которыми, скорее всего, будут партия Либермана и ШАС. И значит, это будет коалиция прагматиков. То есть вы считаете, что партия Либермана имеет большой шанс войти в коалицию как победитель, скажем так? Ну, победитель это или не победитель вопрос, потому что она наберет наверняка меньше голосов, чем Ликуд и Авода. Но вместе с партией ШАС она имеет больше всех шансов составить коалицию с Кадимой, по крайней мере, на сегодня. Скорее всего, Либерман возьмет от 10 до 12 мандатов, а не исключено, что и больше. Вы знаете, вот в Нью-Йорке те, кто помогает Либерману, они буквально пару недель назад сделали такую акцию. Они продали, предложили телефонные карточки бесплатно, только с одним условием, чтобы позвонить в Израиль. Только с одним условием. Человек должен был выслушать агитационный плакат о Либермане, а потом позвонить в Израиль своим родственникам и сказать, что он любит Либермана. Вы знаете, я знаю Либермана 100 лет, хотя люблю все-таки больше свою жену. Надеюсь, что это относится и ко всем тем, кто позвонит в Израиль и скажет, что он любит Либермана. Но Либерман просто талантлив. Либерман сделал Нитаниягу премьером. Либерман был лучшим министром связи и транспорта за все время, когда Израиль существовал и существует. И за год этой должности сделал больше, чем все его предшественники вместе взяты. Либерман талантлив. И значит, он имеет шанс стать, ну скажем, вице-премьером. Если он провалит этот шанс, это будет только потому, что Либерман еще к тому же хочет взять в руки Ликут. И скорее всего, ему это когда-нибудь удастся. А что с Нитаниягом? Как бы друзья друзьями, а по... Вы знаете, ну кто сказал, что все вечно. Вот у нас существует в Соединенных Штатах замечательная госсекретарь. Кто сказал, что она не хочет когда-нибудь стать президентом? Не исключено. И то же самое с Ликудом и с Либерманом. Либерман триумфально победил Терреса в 96-м. Это был не Биби, это был Эвик. И, конечно, Нитаниягу сдал его, как и всех тех, с кем работал. Нитаниягу это сделал, но он ошибся. Либерман никогда ничего и никому не забывает. И он вполне может вернуться в новый Ликуд в виде лидера. Но не исключено, что сначала он побывает в правительстве Ольмирта на высоких постах. Как я говорил, правительство это будет очень прагматичным. И в этом его главная особенность. Но вы считаете, то, что заявляет сегодня Ольмирт, и с чем он идет на баррикады, скажем так, на завтрашние выборы, о том, что в течение четырех лет граница Израиля будет точно установлена, это лозунг для баррикад или это действительно прагматизм? Вы знаете, тот, кто верит политикам, в том числе израильским политикам, либо человек наивный, либо человек смешной. Последний из политиков, кому верили, был Шарон, результат этого известия. Израильские политики, как и политики во всем мире, не для того приходят к власти, чтобы исполнять обещания, данные им избирателям. Но не исключено, что Ольмирт, политик чрезвычайно слабый, но весьма амбициозный. Сделает то, чего от него никто не ждет. Вспомните, ведь и шестидневная война была не при Бен-Гурионе, а при Леви-Школе, который был куда как слаб по сравнению с Бен-Гурионом. Да. Окей. Итак, мы примерно с вами разобрались, что Кадима все-таки берет свое место, Либерман свое место. А что у нас между Ликудом и партией Авода? Авода это катастрофа. Авода потеряла своего традиционного избирателя. И во главе Аводы теперь крайне агрессивный марокканский политик по имени Перец, который съел, буквально загрыз престарелого Шимона Переса, ветерана израильской политики. Человеку, которому 82 года, а он все еще один из немногих, кто представляет. Но его пытается каждый молодой укусить. Вспомните Барака, то же самое было. Ой, вы знаете, не совсем так, потому что Перец, у которого было два места в Кнессете с его гистодрутовской партией, профсоюзный лидер, человек, который никак не подходил на роль лидера для партии Ашкинаского истеблишмента. Потому что Авода это ведь партия странная. Ликуд как бы партия правых. Это партия мелких лавочников. А вот Авода, партия вроде бы левая, это партия крупных капиталистов Ашкинаского происхождения. Дедушки которых были когда-то коммунистами, кибуцниками, вот такими вот левыми-левыми, а потом за 2-3 поколения много чего заработали. Так вот, непредсказуемо было, что Амир Перец возьмет власть в этой партии. Он ее взял и Шимона Переса выбил в Аводу. Но это была первая победа. Вместе с Пересом ушли и центристы-избиратели. Поэтому Авода возьмет, скорее всего, в лучшем случае свои 15-20 голосов, но возьмет-то она не те голоса, которые брала раньше. Это будут голоса ультралевых, потому что Амир Перец это Кадима сегодня, а Амир Перец это бывшее движение Шалом Ахшав. Это голоса арабского лагеря, это голоса партии Мерет, это совсем другой избиратель. Ну и ликуд будет где-то в районе 14-17, скорее всего, голосов. Но дело в том, что есть 28 мандатов, которые не определились по последним опросам. Вот ровно такова группа избирателей, которые будут все решать в последний день. Плюс очень низкая явка. Беспрецедентно низкая, потому что, как и в Советском Союзе, в Израиле более или менее все понятно. Кто бы из политиков не пришел к власти, они все будут проводить абсолютно одинаковую политику. Это будет эгоистичная политика, это будет политика для власти, для бюджетов, для джобов, таким называемых рабочих мест для своей клиентелы. И это будет политика, которая будет означать отрезание очередного кусочка территории палестинцам, от которых надо отмежевываться не потому, что с ними надо было проводить мирные переговоры. Вот эта вялотекущая террористическая война, которую почему-то называют мирным процессом, привела к тому, что Палестина разрушена окончательно ее собственными лидерами, и наполовину под иранским влиянием. И теперь Израиле уже приходится почти что герметично закупоривать свою территорию, чтобы вообще выжить. Любой сегодняшний израильский лидер будет решать вопрос, как отделиться от палестинцев, потому что с ними жить не получается, и еще одно-два поколения придется жить в условиях вот этой самой войны. Да, вот смотрите, вы президент Института Ближнего Востока. Раньше этот институт назывался Израиля и Ближнего Востока. Вы убрали слово Израиля, это чем-то объясняется? Дело в том, что когда-то мы были институт изучения Израиля, мы не собирались заниматься Ближним Востоком в начале 90-х годов, потом к нему добавился весь Ближний Восток, и в этот период Израиль был, конечно, чужеродным таким телом на Ближнем Востоке. Сегодня понятно, что Израиль абсолютно вписался. Израильское руководство вместе с руководителями иорданских, египетских служб безопасности решает вопросы о том, что им делать с палестинцами, как обустроить эту территорию. Сегодня Израиль уже часть Ближнего Востока, хотя не часть арабского мира. Помните, когда-то Шимон Перес, человек замечательно, наивный, подал заявление о вступлении Израиля в Лигу Арабских Государств. Ему с большим юмором ответили, что когда Израиль станет арабским государством, его туда примут. Ну вот, Израиль стал частью Ближнего Востока, бессмысленно было сохранять этот дуалит, и мы пришли к сегодняшней ситуации. Ну давайте тогда и мы придем к более широкой ситуации и выйдем за пределы Израиля, хотя где-то, как говорится, оставляем в уме на заднем плане, Израиль у нас будет и выборы завтрашние все время. Итак, перед нами, мы начинаем расширять свой Ближний Восток, только из Израиля мы перебираемся в палестинскую автономию. Вы занимаетесь вопросом ситуации сегодняшней палестинской автономии, Хамасом и вообще каким-то прогнозированием, что будет происходить с Хамасом? Ну, если говорить так, я занимаюсь Палестиной, палестинскими перспективами, потому что Хамас это временное явление, в конце концов. Временное? Нет более постоянного, чем временное? Это, в общем-то, известно, да? Нет ничего вечного под солнцем, это тоже известно. В конечном счете, вы знаете, мне жаль Абумазана, который не смог умиротворить Палестину, у меня с ним не худшие отношения, чем были с Шароном, как-то так получилось, я дружил с обоими. Проблема сегодняшней Палестины в том, что палестинская экономика кончилась. Нет палестинской экономики без Израиля. Никаких пятилетних, десятилетних планов развития. А это не сам Израиль создал такую ситуацию, чтобы Палестина как можно более зависела от Израиля? Вы знаете, Америка создала ситуацию, при которой Мексика зависит от Соединенных Штатов. Германия создала ситуацию, при которой Турция в значительной мере зависит от доходов, получаемых от гастарбайтеров, работающих в Германии. Пакистан создал ситуацию, при которой пакистанский эстеблишмент посылает детей учиться в Великобританию. Это же нормально. Развитое государство, которое существует на Ближнем Востоке, притягивает неизбежно людей из этого бедного региона. Палестинцам дико повезло, на самом деле, что Израиль оказался рядом. А уж по сравнению с тем, что бы с ними было, если бы их оккупантами оказались американцы, вспомните Абу Грейб или Фалуджу, или, скажем, мы, если вспомнить наши зачистки, им дико повезло с оккупантами. Но сегодня в Израиле, как ни парадоксально, есть рабочие, которые добрались пешком до территории Израиля из Судана, в том числе народности Бэджа. Люди приходят в Израиль, чтобы заработать. Палестинцы оказались рядом с источником технологии, рядом с источником современной европейской цивилизации, информационной, какой угодно другой. И, в общем-то, палестинская борьба за светлое будущее, за государственность, инспирирована чиновниками организаций дненных наций, инспирирована всеми ворами, которые наживались на палестинской проблеме в различных фондах европейского сообщества. Я совершенно спокойно говорю эти слова. Это многомиллиардный бизнес, который вечен. И никогда палестинская проблема не будет лишена, потому что ни один кот никогда не съест всех мышей. Так вот, это огромная проблема сегодня в том, что Израиль оказывался отдельно, а Палестина отдельно. И Израиль без Палестины выживает совершенно спокойно. А палестинской экономики, как я уже говорил, без Израиля не существует. Это гарлем в лучшем случае. Это 10% в бюджет правительства. Это, скажем так, вечная связка, которую невозможно будет разорвать? Вы знаете, ее уже разорвали, только получается, что в качестве Израиля, который давал палестинцам работу и давал заработок, оказалось, мировое сообщество, которое никакую работу дать не может, а может просто перечислить 9 десяток бюджета, который тратит на себя палестинская бюрократия. 250 миллионов из 2,1 и 2,5 миллиарда в год правительство Палестины собирает у себя, а остальные получает от спонсоров. Это, я еще раз говорю, это вафр гарлемского типа. Это поколение людей, которые приходят за деньгами, в основном вооруженных людей, почему-то называемых полицейскими, которые ничего не производят. Рост палестинской экономики 6% в год. Это мыльный пузырь, это рост банковского сектора, который делит чужие деньги. И вот это действительно катастрофа. Поэтому какой уж там Хамас. Посмотрите на газу. Знаете, в Бразилии, у Рио-де-Жанейро есть районы фавел. Окружены, кстати говоря, трехметровой стеной. Районы нищеты, наркоторговли, бандитизма, которые похуже, чем палестинский терроризм. Вот это газа сегодня, это фавела всего Ближнего Востока. И это результат борьбы за палестинское самоопределение. Поэтому на одно-два поколения следующие, там была ситуация катастрофы. А потом на этих руинах как-то что-то утрясется. Если, конечно, палестинцы найдут лидера, который поймет, что без Израиля существовать они не могут, либо лидера, который построит палестинскую экономику, а не будет работать над уничтожением соседа, над уничтожением Израиля. И Хамас это будет, или любой другой фонд, партия, группа. Это уже не важно. Хотя иранский контроль над Хамасом достаточно опасен, ибо палестинцы могут сейчас вступить в жесточайшее противоборство с Израилем, уже даже не из собственных иллюзий, не говоря уже об интересах, а просто потому, что так хочет президент Ахмадин Айнаджат. То есть опять как бы появляется новый спонсор, скажем так, арабский, теперь уже это не организация обменных наций, которые, или там какие-то сотрудники, а есть сотрудники теперь арабских стран. Так вот мы расширяем. Это говорит о том, что ООН, по-моему, около 15% бюджета, это палестинские программы, поэтому не все же организация обменных наций воровать на программе нефть в обмен на продовольствие. В значительной мере обработка многотысячного отряда сотрудников, это палестинская проблема. И если говорить об Иране, это уже не арабы, хотя, да, конечно, консервативные арабские режимы будут биться за права палестинцев до последнего палестинца. Но Иран это гораздо хуже. Мы впервые оказываемся в ситуации, когда важнее не то суннитвы или шиит на Ближнем Востоке, а то радикаловы или умеренные. И поскольку президент Ирана, который движется, по моему глубокому убеждению, вместе со всем эстеблишментом этой страны, к обладанию ядерным оружием, искренне полагает себя новым Махди, он полагает, что в любом столкновении, в военном, в террористическом, в каком угодно, его правоверных и Иран непосредственно будет спасать Аллах и 12-й имам, скрытый имам, мы оказываемся в ситуации, когда на Ближнем Востоке существует, если угодно, новый фюрер, который уже объявил, что Израиль должен быть стерт с лица земли, с политической картой мира, который верит в это, который готов на столкновение, и у которого есть все резоны и причины, чтобы это делать. Потому что иранское руководство на антиизраильской, и именно на антиизраильской ноте, сплотило народ, ликвидировало оппозицию, добилось лидерство в исламском мире, им это было нужно, это логичное, нормальное поведение трезвых политиков, разыгравших такую вот жесткую антиизраильскую карту. Как далеко это зайдет, можно только догадываться. Не исключено, что мы где-то в районе 39-го года, помните, в Европе, движемся к 1 сентября, а все заклинания о мирных переговорах с Ираном, ну, это, знаете, как в Мюнхенском договоре. Есть какая-то, мне нравится, американский философ Эмерсон когда-то сказал, «Тот, кто забывает прошлое, обязан, обречен пережить его вновь». Я бы, конечно, не хотелось бы, чтобы эта пословица или это выражение стало истиной, но вот скажите, сегодня Хамас надеется на помощь и других арабских стран, если Европейское Содружество или Америка или Израиль прекратят какие-либо финансовые вливания. А как другие, кроме Ирана, страны, арабские страны действительно могут помочь Хамасу? Насколько это трезво и реально? На обустройство Палестины денег не дадут, а на войну с Израилем дадут, конечно. И это проблема. Потому что палестинская экономика, как я уже говорил, разрушена до конца, и коррумпированная, воровавшая десятками и сотнями миллионов окружения Арафата, бравшая, впрочем, пример со своего лидера, потому что Арафат крал миллиардами, и огромные деньги, из которых можно было составить, ни одно государство исчезли после его смерти. Так вот, это окружение просто провалило все мыслимые и немыслимые прожекты по строительству инфраструктуры, по социальной, по образовательной, по каким угодно... А что далеко ходить? Надо только посмотреть, что происходит с тем районом, который Израиль оставил в Газе. Этот район практически заброшен, последние там какие-то теплицы все растаскано, разворовано, все закончило, все. Это такое простое русское слово «разгром». Но, кстати говоря, посмотрите на эти теплицы. 15% сельского производства Израиля давало газа, 60% помидорчиков черри и так далее, и так далее. Причем не конфискованные это были земли, их создали из пустыни, из красного песка, из хамрой, добавляя органические удобрения. Просто несколько десятков лет работы, и у вас все плодоносит. Сегодня это разгромлено. Но, кстати, Джеймс Уфенсен, замечательный человек, посредником работавший, еще работающий после своей весьма прибыльной карьеры во Всемирном банке, от имени Четверки на переговорах палестинцев и израильтян, сдал эти теплицы палестинцам то ли за 14, то ли за 16 миллионов долларов. Они каждый год приносили 80 миллионов. Это и есть коррупция. В том числе и коррупция в мировом эстеблишменте. Но если говорить о сегодняшней Газе, за исключением наркотрафика, контрабанды через практически неконтролируемую египетскую границу, из которой ничего не получается в качестве границы, потому что израильтяне оттуда ушли, а египетские пограничники сегодня выбивают с террористами уже с палестинской стороны, в Газе нет ничего, что может говорить о ее экономическом будущем. Я еще раз повторяю, это к огромному сожалению фавелла. И размежевание с палестинцами, но это не более чем размежевание, необходимое для выживания Израиля, потому что сегодня палестинская экономика становится раковой опухолью. Ее нет, и она втягивает в себя ресурсы из Израиля. Потому что около 700 миллионов в год перечисляется только из Израиля на поддержание экономики территории жителей, которые воюют против Израиля. Некоторый большой парадокс, не говоря уже о воде, в электроэнергии, которые снабжают анклавы террористов с израильской территории. Да, но вот могли бы вы, как руководитель института Ближнего Востока, ответить на такой простой банальный вопрос, который иногда задают наши зрители и люди друг друга. Ну почему, почему так ненавидят Израиль? Неужели только из-за того, что бедные палестинцы? Наверняка что-то еще. Во-первых, давайте говорить о том, что никто никого не обязан любить. Еврей не долг, любить его никто не обязан. Что значит ненавидят Израиль? Вторая голубная идея о том, что Шинкарь сидит у ворот замка и мечтает, чтобы его полюбил барон. Никто никогда никого любить не будет, и друг друга никто не любит. Израильтяне себя не любят внутри Израиля. И различные арабские режимы ненавидят друг друга, и Иран ненавидит арабов, и наоборот. Почему кто-то кого-то должен любить? Вопрос в том, боятся или не боятся нападать. И здесь израильская политика уступок, вот этот знаменитый бред под названием «мир в обмен на территории», окончательно убедилась, что нападать можно, что любое израильское правительство будет отступать, что давление оправдано, потому что эксперименты демократические, теплые, позитивные, с хорошим настроем, проводимые госдепартаментом на Ближнем Востоке, это некоторая тактическая гениальность ходов и стратегическая катастрофа, абсолютный идиотизм в результате. Израильская политика, которую проводит Израиль в основном под давлением американцев, хотя сначала ее инспирировали левые в борьбе со своими правыми оппонентами, вот тот самый Шимон Перес, Йоси Бейден, лауреат Нобелевской премии Шимон Перес, коллега и соратник Ясера Арафата, эта политика убедила палестинских лидеров, арабских лидеров, иранских лидеров, что Израиль можно и нужно давлению, он отступает, он в конечном счете вполне может быть уничтожен. Не потому, что он не может устоять, да конечно может, а потому что Израиль бесконечно со всеми дискутирует вопросы, которые никто ни на Ближнем Востоке, ни за его пределами ни с кем не обсуждает. Америка же ни с кем не обсуждает Гавайские острова, которые она аннексировала, ликвидировав тамошнее королевство. Россия ни с кем не обсуждает аннексированную Пруссию, Турция ни с кем не обсуждает аннексированный Вилает Александретту, Сирию уж точно не обсуждает, никто ничего кроме Израиля ни с кем не обсуждает. Израильские они любят поговорить. Это происходит потому, что политики очень уж местечковые, извините за грубость, потому что крупный политик еврейский это Генри Киссинджордж или это Евгений Примаков. Евгений Янович, мы должны буквально на одну минуту прерваться на рекламный перерыв, но и потом я хотел бы включить телефон и немножко задержать еще вас в эфире. Это удобно? Да это вполне удобно. Я извиняюсь за то, что я политически некорректен. Нет-нет, все нормально. У меня даже есть к вам пару еще вопросов у меня, а потом я выключаю телефоны и будет, конечно же, желающий вас немножко потрепать. Итак, буквально одна минута перерыва на рекламу. Мудрые решения даются легче, если планировать будущее заранее. Историческое и престижное еврейское кладбище Бет-Эл предлагает специальную программу по предоплате участка с постоянным обслуживанием. Это поможет вашим близким избежать повышенных расходов в будущем. Позвоните представителю Бет-Эл и получите информацию на русском языке. Если планировать будущее заранее, мудрые решения даются гораздо легче. С вами Борис Тенсор и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня разговор накануне выборов в Израиле. Но невозможно говорить об Израиле и говорить только о выборах. Израиль – это что-то такое, это как клубок противоречий всего, что есть в этом регионе. Все, что касается жизни евреи, все, что касается жизни Ближнего Востока и, в общем-то, все, что в большей своей части касается даже жизни всего нашего земного шара. У нас сегодня очень хороший и интересный гость. Человек, который отдал много лет для того, чтобы понять все-таки, как живет Ближний Восток и как живет Израиль, и как это все взаимо увязано с нашей жизнью на нашем земном шаре. Это президент Института Ближнего Востока Сатановский Евгений Янович. Евгений Янович, вы с нами? Да, с вами, с вами. Прекрасно. Даже я здесь. Значит, Евгений Янович сейчас сидит у себя в офисе в Москве. Так что он не в студии, но, как видите, эта связь очень хорошая у нас, и мы имеем возможность разговаривать. Сейчас на экранах телевизора вы увидите номер телефона, по которому вы можете позвонить в студию и поговорить и задать свой вопрос, что бы вы хотели спросить Евгения Яновича накануне, или не накануне выборов. И заодно я хочу вас попросить, чтобы прежде чем задать вопрос, вы сказали только одно слово. Я бы голосовал за. И назвали, если вы знаете, партию или движение, которое бы вы хотели проголосовать, если бы вы жили в Израиле. Ну, а прежде чем будут звонки, я задам вам, Евгений Янович, такой вопрос, который всегда тоже интересует многих наших телезрителей. В свое время Натиньягу сказал, а в общем-то в Америке мы по большому счету и не нуждаемся. Мы спокойно можем прожить без нее. А что скажете вы? Вы имеете в виду, может ли Россия прожить без Америки, или может ли Израиль прожить без Америки? Израиль, Израиль, Израиль. Во-первых, вы знаете, все нуждаются в Америке. Кто-то потому, что любит Лобстер Тейл, кто-то потому, что любит Минтайл Манхэттен, кто-то потому, что любит носить джинсы. Да, но Америка дает финансы Израилю. Может ли Израиль прожить без финансовой помощи, без поддержки Америки, вот этой части? Израиль может, а вот израильский эстеблишмент, который привык к этой финансовой игле, нет. Во-первых, потому что кто же вам сказал, что, например, те 10 миллиардов гарантий, которые во времена Рабина были даны американцами, как бы на распространение среди Олим, на Алию, пошли Олим, а не на долги кибуцным лидерам, не на партию труда, не на профсоюзы обанкротившиеся. Вот ведь разница есть между лидерами и народом. То есть все-таки надо жить с Америкой, надо получать деньги, только тогда Израиль может... Знаете, если серьезно, Израиль как государство может прожить сам по себе замечательно, первое. Второе. Америка никому, вот здесь эта мифология такая, Америка, страна экономически правильная, никому никогда никаких денег Америка не дает просто так. Потому что значительная часть денег, которые дает Америка, остается в Америке, или идут на американские компании, которые поставляют затем продукцию, привязывая к себе рынок, в том числе на американские ВПК, либо Америка получает другими косвенными путями прибыль значительно большую, чем затраты, которые она осуществляет. И, конечно, в этом плане Израиль совершенно спокойно может жить без Америки, никаких проблем здесь нет. Проблема в другом. Израильский эстеблишмент привык даже за счет национальных интересов, что лучше получить что-то извне, чем несколько напрягшись выстроить самим. За последние два-три поколения это построено всерьез. И в этом большая проблема Израильского эстеблишмента. Никогда, никакая халява, я не могу подобрать другого слова, тем более слово-то ивритское, вообще-то говоря, по происхождению вполне уместное, не приносит пользы, в том числе и американская помощь. В отличие, скажем, от Египта, который действительно вряд ли прожил бы без американской помощи всерьез, да и многих других стран. Понятно. Ну, у нас есть уже звонки, поэтому я уступаю, как бы, возможность людям все-таки тоже поговорить с вами. Кто у нас на линии? Марк Бостон. Марк, вы с нами? Да. Первый вопрос. За кого вы голосовали бы, живя в Израиле? Я бы вообще за... Коротко, только пять секунд. За кого? За Ликут. Ликут, понятно. Ваш вопрос? Мой вопрос к Сатановскому такой. Почему все генералы, которые лучше меня знают расстановку сил на Ближнем Востоке, и Рабин, и Шарон, а сейчас Ольмарт, ведут такую капитулянскую позицию? И почему народ израильский не протестует, не выходит на улицы, а пассивно сносит и размежевание, и все остальное? Понятно. Марк, большое спасибо. Пожалуйста. Голос ваших генералов. Во-первых, Ольмарт не генерал. Во-вторых, давайте скажу совсем политически некорректную вещь. У меня есть ощущение, что Рабина убили не потому, что убийца, одиночка, крайне правого лагеря, а именно потому, что Рабин собирался пересматривать параметры взаимодействия с палестинцами, понимая, что дело идет куда-то не так. Я виделся с ним последний раз за два дня до того, как его убили. И хорошо представляю, о чем говорю. Выиграл от его смерти исключительно Шимон Перес, его суковод соратник. И, в-третьих, народ протестовал. Израиль стоял на грани гражданской войны. Гражданская война в Израиле – это конец не только государству. Мы это уже проходили пару тысяч лет назад. И сказка о том, что евреи не убивают евреев – это хороший миф. Убивают и еще как. Но это конец стране. Израиль перешел эту грань, отойдя от края пропасти. К огромному сожалению, политики Израиля работают на свое политическое будущее, на давление американских Соединенных Штатов, на то, чтобы свернуть шею с соперником, а не на национальные интересы страны. Но так делают не только политики Израиля, но и многие-многие другие. Быть может, лучшим было бы присоединение Израиля сегодня к Америке на статусе Пуэрто-Рико, свободно присоединившееся государство с долларами и валютой американским президентом-лидером. Но кто же возьмет? Понятно. Ну, за некоторые люди вам бы выцарали поле глаза за такие слова. Но мы живем с вами... В Израиле говорил, вы знаете, вздыхают с пуску, и в том числе правые. Да. Скажите, вот мы сейчас видим на экране фотографию, вы как бы где-то там в пещерах, где-то еще чего-то. Я понимаю так, что вы бываете в арабских странах тоже, да? Пещера — это как раз грот Роша-Некрая, это ливанская граница. Да. Ну, все равно. А другие есть фотографии, где вы в Амане или где-то в какой-то другой стране, правильно? Я бывал и в Иордании, и в султанате Аман, и не только там, и много бывал на палестинских территориях. Что есть, то есть. Хорошо, мы продолжим разговор о вратских странах, но сейчас у нас есть звонок, и это у нас Исаак, да? Исаак из Филадельфии. Исаак, здравствуйте. За кого вы голосовали бы? За Кадима. Кадима, поехали. Ваш вопрос. Мой вопрос. Я хотел бы, если Израиль заключит все-таки мир с Палестиной, и разместить там много предприятий, то есть внесет инвестиции, чтобы арабы могли работать и заработать деньги, чтобы кормить свою сырину. То есть, ваш вопрос заключается в том, чтобы... Израильские. Может, там лучше существовать там мир. Понятно. Все, спасибо большое, Исаак. Евгений Янович? Вы знаете, вообще, главный спор евреев между собой, как им обустроить Палестину, это и есть мирный процесс. И так пытались, и так не получается. Но не с кем заключать мир в Палестине. Нет там лидеров, готовых заключить мир. По совершенно объективным причинам. Не устроена палестинская территория, как Германия, Израиль или Америка. Не зря же там лагеря беженцев на палестинских территориях в Газии и Западном берегу. В 10, 50, 100 километрах от тех мест, где люди жили когда-то. Они там по 20, по 30, по 50 лет живут. Потому что, если вы не из этого города, то вас никто не поселит в соседнем. Хоть вы сто раз такой же палестинец. Кланами, семьями, племенами живет эта территория. Не было там никогда государства. И не с кем там заключать мир. В этом проблема. Если бы Израиль не морочил никому голову, и себе тоже, взял эти территории под контроль, раз и навсегда, обустроил бы их, то арабы были бы счастливы. Ну, когда-то была Турецкая империя, потом были где-то Египет в Газии, где-то и Орданцы на Западном берегу. От израильтян же этого ждали. Но, к огромному сожалению, они поступили единственным в своем роде образом. Сказали, мы эти территории, конечно, отдадим. А взять никто не взял. Они никому не нужны. И тогда пришлось искать Арафата. А он не хотел быть лидером государства. Он хотел быть лидером революции. А это разные вещи. И сегодняшняя катастрофа, это как раз попытка уйти от ответственности за Палестину израильских политиков. План отдать территории, заключить мир и жить спокойно порозень провалился. Прошло 40 лет, но он провалился. Через 30, через 50 лет, конечно, опять израильтянам придется брать контроль территории, наводить там порядок. Никто больше не будет этого делать. Но после очень жесткого, очень кровавого противостояния, возможно, после гражданской войны в Палестине, придется вернуться на округи своя. Не с кем, не с кем и не с кем. Не важно, кто выиграл выборы. Мир они заключать не могут и не будут. Вот вы были в Иордании, да? Одна из стран, которые вы посещали. Скажите, но там ведь тоже клановость, там тоже какая-то как бы междуособица. Как же они обустроили государство? В Иордании существует королевский дом хашемитов. Один из древнейших, аристократических, я бы сказал, благороднейших королевских домов. Модернизированная монархия. Монархия наполовину перемешанная с британцами. Не зря они так женятся. Что же вы сравниваете дом потомков пророка с вот этим безобразием, которое на палестинских территориях? Если бы не Иорданский король, а когда-то, если бы не Эмир Абдалла, то, конечно, Иордания была такой же территорией без власти, как сегодня остальная Палестина. Это огромная разница, потому что есть королевский дом, который с жесткой рукой, при этом крайне популярный, у большого числа подданных, ведет страну в будущее. У нас есть Давид из города Бостона. Здравствуйте, Давид, вы с нами? Да. Первый вопрос, за кого вы голосовали? Ликут. Ликут, окей. Ваш вопрос? Мой вопрос, почему бы Израиль не поступил так, как все другие страны? Во-первых, на Израиль напали. Эта территория ему досталась, потому что на него напали. И все отказались от этих территорий. Почему он не никсировал сразу, как Советский Союз никсировал Карелию? Все понятно. Хорошо, спасибо. Им и земли, которые ему нужны были. Понятно, Давид, спасибо. Ваше слово, Игорь Янович. Да, проблема в том, Израиль это единственная страна в мире, которая является еврейской. В этом проблема. Потому что евреи решили поступить не как все, специальным, особым способом. Евреи сказали, а вот мы, оккупантами, не будем, нам не нужна чужая земля. Она как бы наша, она не нужна ниже. Еврейские политики всегда очень сильно отличались за последние, во всяком случае, несколько столетий, тысячелетий от обычных, я бы подчеркивал, именно обычных, потому что ни один другой эстеблишмент так бы не сделал, так бы не поступил. Это были люди, которые еще не привыкли, что они политики обычные, такие же, как и все остальные. И они поступили необычным способом. В этом проблема. Это хорошо и плохо, но, наверное, мы бы не были таким народом, как мы есть. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну да, если бы евреи были немцами, турками, англичанами, русскими, они бы поступили иначе. Но евреи есть евреи. Вот что имеем, то и носим. Понятно. У нас следующий звонок, и это у нас Леонид Миннеаполис. Здравствуйте, Леонид, вы с нами в студии. Первая, за кого вы голосовали бы? За Ликут. Ликут, понятно. Ваш вопрос. Господин Сатановский, в 47-м году или 48-м 4 арабских или 5 стран напали на Израиль, и полувооруженный, практически невооруженный, слабый отряд разбил все эти арабские мощные армии. Сейчас Израиль имеет самую мощную армию в регионе, если вообще не в мире, относительно, если взять. Почему не найдется человека или команды, который будет игнорировать все давления и решит этот вопрос силой? И тогда все сделает на этих территориях то, что надо. Леонид, все понятно. Это же очевидно, и все об этом говорят. Вот почему. Хорошо, спасибо. Евгений Янович, пожалуйста. Но вот если взяли они на себя, руководителя Израиля, вот такую решительность и заявили, что мы сами решим и действительно решили, взяв дубинку, что бы произошло в мире, как вы считаете? Вы знаете, я понимаю, что вы не любите прогнозировать, скажите, пожалуйста. Несколько смягченный. Во-первых, если бы у бабушки были усы и колеса, она была бы рокером на мотоцикле. Окей. Нет. Но это не убереждают. Несколько раз в разных регионах, на Ближнем Востоке, происходило и происходит все, что угодно. Если бы это было, ничего бы не произошло. Точно так же, как мир бы пожал плечами и занялся чем-нибудь другим. С турками никто не дискутирует Вилает Александрета, потому что что с турками говорить? Они ни с кем говорить не будут. А с Голланы дискутируют с Израилем все, хотя это гораздо меньшая проблема для Сирии, чем Александрета, где были сотни тысяч беженцев, арабов, армян, где богатейший порт, где Искандерун, где все что угодно, земли к сельскохозяйственной и Средиземноморской побережье, ничего бы не произошло. Ничего не происходит в Дарфуре, где за несколько месяцев 300 тысяч убитых в Судане и 2 миллиона беженцев. А любой палестинец, погибающий на территориях, это проблема. Ничего не происходит в Алжире, где гражданская война, опять сотни тысяч убитых, беженцы, ничего не происходит. Ху-то тут все, резня, убийство нескольких миллионов человек, мировое сообщество дремлет. Да, к евреям особое отношение, но оно в первую очередь потому, что евреи позволяют этому особому отношению укорениться и в Организации Объединенных Наций, и в мировом сообществе в целом. Да, очень интересная мысль. И такая, знаете, как бы поставили двумя точку. Мы в основном, механизм коллективного галута в своем истеблишменте. То, от чего уходили, с собой унесли. Скажите, Евгений Янович, скажите, пожалуйста, вот вы бывали в каких-то странах, вам приходилось бывать в лагерях, так называемых лагерях беженцев? Приходилось. Мне много где приходилось быть, в Палестине и там тоже. Ну, скажем, там. Там это где? Ну, это западный берег. И как вы вот смотрите, это действительно лагерь или как в вашем представлении? Все-таки вы человек цивилизованный, живущий в Москве. Ну, смотрите, конечно же, это в отличие от самой газа Хан Юнис, в отличие от обычных мест расселения палестинцев на западном берегу, лагеря беженцев там. Это разный уровень жизни. Я же не говорю про Ливан и Сирию, где просто жесткая сегрегация палестинцев от окружающего населения. Но лагеря беженцев в Газе это лучше, чем обычный уровень бедноты в Египте намного. Понимаете ли, проблема-то не в этом. Проблема в том, что люди живут вроде бы на своей земле, вокруг всех говорят на том же самом языке. Они живут совершенно отдельной жизнью. Они не растворяются. Они храняют ключи от своих домов в Хайфе, в Ашкелоне, в Ашдуде, в Яфа, в Русалиме, потому что им напоминают ваша земля не здесь, не в Газе, не на западном берегу. Ваша земля там. Вот туда идите и там живите. И поэтому это огромная психологическая проблема. Огромное давление, потому что хорошие школы, которые за деньги ООН сделаны, а после школ пустота, негде работать, нечего делать. И вот здесь экстремисты, безусловно, находят себе и шахидов-добровольцев. И здесь растет ненависть по отношению к Израилю, потому что, еще раз повторяю, ну взяли бы под контроль, ну установили бы жесткий режим взаимодействия, и в конце концов решили бы эту проблему за 10-15-20 лет. Вместо этого, увы, поступили вот так, как обычно израильские политики поступают. И проблема выросла на порядок. Скажите, вот общаясь с политиками и разговаривая в России или в других странах, разговаривая о проблеме беженцев. Вам приходилось слышать от кого-нибудь трезвое предложение, решение? Неужели кому-то кажется, что с беженцами можно решить таким образом, пустив их и обратно, или разрешив им вернуться, или каким-то другим образом? Ой, вы знаете, проблема беженцев... Давайте говорить отдельно о проблеме беженцев, палестинских и непалестинских. Организация объединенных наций есть... Это действительно так. Есть Бапор, который занимается только палестинцами, или УНРВА. А есть верховный комиссариат по делам беженцев, который занимается всеми остальными. Всех остальных было не то 150, не то 180 миллионов после Второй мировой войны. Осталось немного, потому что только первое поколение беженцы, а все остальное уже нет. И поэтому президент Пакистана Мухаджир беженец, но он президент, генерал и главнокомандующий. А Бапор означает все поколения палестинцев беженцы. Поэтому было 1200-250, а сегодня примерно 5 миллионов. Это катастрофа. Как вы с ней поступите? Я говорил об этом с руководством ООН. И они тихо-тихо так из-под полы признают, что они ничего с этим не могут сделать. Этот механизм достался им в наследство чуть ли не от Лиги Наций. Все контролирует своя мафия, в первую очередь контролируемая опять-таки арабским миром, палестинскими бюрократами. И как вы будете поступать с этой проблемой? Да никак. Она не решается, если только коренным образом не изменить ситуацию. А в арабском мире палестинцам не дадут расселиться, потому что не зря их называют евреями Ближнего Востока. Их там ненавидят, и они это прекрасно знают. Понятно. У нас звонок. Илья, Калифорния, пожалуйста. Илья, вы с нами в студии. Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. За кого вы голосовали бы? Я бы проголосовал бы в Заликуд. Заликуд. Еще человек в Заликуд. Окей. Ваш вопрос к Евгению Яновичу. Вопрос такой. Почему многие израильтяне, в том числе и господин Сатинацкий, считают, что Шимон Перес один из великих политиканов Израиля? Благодаря Шимону Пересу в 1994 году Бейлиным и другим было организовано, он вытащил этого блудного сына Арафата, организовали освобождение Палестины, сделали его президентом. Понятно. Это уже комментарии. Большое спасибо. Значит, Ваш вопрос, почему, Евгений Янович, почему? Потому что чисто еврейский ответ, чисто израильский ответ Лама Каха. Потому что на самом деле господин Шимон Перес вечен. Вот он вечный политик. Еще в 60-х годах были журналы, выходили цветные, такие, с заголовками «Конец политической карьеры Переса». Перес переживет всех, он выкручивается из любых ситуаций, он всегда наверху, он левый, если надо, всю жизнь, и потом внезапно он становится рядом с Шаром, своим вечным политическим противником, врагом. При этом Перес в молодости, когда еще был жив Бен-Гурион, создавал ядерную программу Израиля. При этом Перес в 82-м году, когда рухнули банки Израиля, вытащил страну вместе с Бейлиным из экономического кризиса. Но он лозер, он удивительно неудачливый политик, он мечтатель. Причем он искренне мечтатель. А мечты на Ближнем Востоке, это вообще-то не очень позитивная вещь, потому что глуповато они там реализуются. И вот весь этот новый Ближний Восток, где белые голуби с оливковыми веточками в клювах летали по Шимону Пересу, обернулся большой кровью. Хотя Нобелевскую премию он действительно получил. Но многие ему верят. И на самом деле Шимон Перес, покойный реховам заяви Ганди, убитый террористами, и Шарон, сегодня лежащий в коме, сегодня ушедший из политики, три последних великих старика, которые помнили, понимали, как Израиль функционирует, зачем и как он был сделан, и как вообще этой всей машиной управлять. При всем при том, в старости противоположности сходятся. И вот здесь Перес действительно великий политик. Хотя вы правы, он скорее великий политикан, чем великий политик. Да, но он еще молодец, прожил, смотрите, какой у него возраст и как он выглядит. Лично я смотрю на него с восхищением. Вы знаете, опять-таки, он не египетская пирамида, поэтому выглядит он может как угодно, а в Израиле много долгожителей. Есть не зря такой анекдот о том, как воскресили фараоны, и первым делом он спросил, а что, Бург в Израиле еще министр религии? Вот Перес такой же долгожитель, как Бург. Но толку, конечно, от Переса сегодня для израильской политики мало, но ведь политики в политику-то приходят не чтобы от них был толк, а чтобы им был толк от всего этого безобразия. Хорошо, Евгений Янович. А народ это пережевывает. Понятно, Евгений Янович, ну, во-первых, наше время действительно подходит к концу. Я даже занял вашего времени больше, чем просил заранее. Но спасибо за то, что вы были настолько толеранты и настолько с нами. Но вот объясните мне, пожалуйста, из всех звонков, которые нам раздавались, четыре человека проголосовало за Ликут, один за Кадиму. Ни одного за русскую партию. У вас буквально одна минута сказать, почему наши люди, русско-еврейские люди Америки, за Ликут? У вас есть представление? Ну, вы знаете, есть такой имидж, правые патриоты, все забывают, что именно Нитинягу выпустил шейха Ясина и неудачно атаковал Халяда Машаля. Так что с Хамасом именно он все провалил, не говоря о том, что он отдал Хеврон. И именно он, вообще-то говоря, заключил Y-Plantation соглашение. Но давайте посмотрим на израильтян. Как они проголосуют, так и будет в конечном счете. Хорошо. Я благодарю вас еще раз, Сатановский Евгений Янович, президент Института Ближнего Востока и большой знаток еврейской жизни. Правильно я говорю? Ух, кто знает. Помру, посмотрим, что напишут в некрологах. Хорошо, спасибо. Если вы позволите, я с удовольствием опять как-нибудь позвоню вам через несколько месяцев, когда будет все ясно, все утрамбуется, утрясется, новый Кнесет начнет работать. И вы немножко скажете свое видение. Уже вы же сказали, что вы любите предугадывать, предусматривать спустя. Хорошо? Спасибо вам за эту передачу. Она была, безусловно, интересной. Я уж не знаю, как зрителям, а мне наверняка. Хорошо, спасибо большое. До встречи с вами. И, уважаемые телезрители, у нас время подходит тоже к концу. Большое спасибо за то, что вы участвовали в передаче. Хотя я должен вам сказать, что я немножко удивлен. Мне казалось, что активность будет больше. Такого человека уметь в эфире послушать, задать ему вопросы, получается не каждый день. Я получаю огромное удовольствие, когда разговариваю с Евгением Яновичем и чувствую, что как бы, вы знаете, это как подушка такая. Чувствуется, что там огромный, огромный слой, на котором стоит этот, в общем-то, приятный и обаятельный человек. Ну, в любом случае, большое спасибо за то, что это сейчас вы были с нами. Ну, а завтра смотрите, как пройдут выборы в Израиле и как дальше будут развиваться события. Потому что сегодня понедельник, завтра вторник, начинается новая неделя. И впереди много-много интересного. Всего вам хорошего. С вами был Борис Тенцер. С вами был Борис Тенцер.